Есть вот момент социальной планки. Социальную планку ставит супруга. Или женщина, которая рядом. Это мама, это может быть сестра иногда. Но вообще самый лучший способ, идеальный, когда ставит планку жена. Это самая надёжная система построения взаимоотношений. Супруга ставит цель, муж достигает. Некоторых женщин заносит немножко в другую сторону, когда я ему столько энергии дала, а он меня бриллиантами не сыпет. Есть такой инфантилизм, включается. Инфантильный гидонизм. Когда я хочу ничего не вкладывая, с него всё брать и брать. Я не претендую на истину последней инстанции. И я просто, как мне кажется, что это правильно, я вам сейчас всё изложу. Эти моменты на моей семье сработали. Эти моменты сработали на мне и на моей семье. Эти моменты сработали на тех людях, которые ко мне приходят. Потому что, знаете, когда тренер, это уже профессия. Это не профессия, это образ жизни, наверное, твоё. Что ли, ты начинаешь всё анализировать. Ты смотришь одну, там, этот. И у меня есть тренер по фитнесу, этот, он, Сайкл, Дима, почему бы, этот. И мы с ним когда познакомились, он начал мне говорить, давай ещё, там, этот. И у меня у сопротивления, да, там, тело не хочет моё бегать. Я там болею, потом то хожу, то не хожу. И, в общем, как-то мы с ним начали делиться, там, он мне говорит, там, по спорту что делает, питание это. А я ему начал потихоньку, я говорю, слушай, дорогой, ты сколько зарабатываешь? Он озвучивает сумму, то есть это за докладом какой-то, ну, он работает в нескольких фитнес-центрах. Я говорю, почему ты, перед тобой столько денег, а ты их не берёшь? Он говорит, нету денег, что, я не знаю, я вот здесь сколько лет уже работаю, денег нет. То есть человек замкнулся в своей системе, он не виден. И когда я потихоньку начал ему вскрывать, вскрывать, то его доходы увеличились в три или в четыре раза в течение полугода. С момента, как он начал слушать. То есть я ему мозг сломал, наверное, в течение года. И вот потихоньку, там, каждую встречу, я ему там потихоньку закидывал сомнения какие-то, вот это почитай, сюда обратил внимание. Через какое-то время он начал сдвигаться. И сразу у него доходы выросли. Сегодня он подпрыгнул почти до максимума своего, вот в той парагимии, в которой он начал. Я говорю, давай прыгать ещё дальше, это будет там раз пять больше, чем сейчас. Он так голову чешет, подожди, 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 подожди. И, в общем, мы пока ждём, я думаю, что прыжок будет в течение полугода, он увеличится. Это моя теория, ну, моя, не моя. Знаете, кто-нибудь читал Наполеон Хилл? Этот «Думы о богатей»? Там это, в принципе, поэтапно всё-всё он разложил. Сексуальная энергия, доходы, как влияет. И раньше я думал, я всегда говорил, что мужчины, которые зарабатывают, они гиперсексуальны. Но это правда, и все хотят, там, женщины, во всяком случае, они чувствуют этим энергией, что вот так. Но я также видел очень гиперсексуальных мужчин, но без денег. Я всё думаю, ну, одного это приводит к богатству, другого, непонятно, он будет сидеть, почему-то не зарабатывать. И, оказывается, этой энергией нужно пользоваться правильно. То есть, кто-то её сублимирует в творчество, кто-то сублимирует в зарабатывание денег, а кто-то просто начинает себя разбазаривать. И люди, которые себя разбазаривают, там, большим количеством женщин, там, как-то, ну, в общем, большим количеством женщин, и он не сублимирует сексуальную энергию, он её просто тратит. И была такая мысль, что основные достижения у мужчин в основном после сорока лет. От сорока до, там, пятидесяти пяти, где-то вот, возраст, когда ты достигаешь очень многого, разгоняешься. Но физически, насколько я понимаю, в сорок уже начинают тебя отыгрывать. Да, то есть, тело становится хуже, метаблик замедляется, но вот творчество почему-то, оно прирастает. И один из моментов – это причина, да, что угасает твоя сексуальность, ну, как твой мозг начинает, как бы, подавляет твои эмоции, чувства, и ты начинаешь эту сексуальную энергию сублимировать уже вот в своё какое-то дело. И тогда появляется эффект, когда растёт доход. Основное, что для достижения целей, для достижения своих успехов, да, мы, сегодня успех – это такая невротическая схема, или цель, к которой стремятся все. Буквально лет пять назад все хотели миллион долларов, теперь все хотят успех. Ну, перефразировали всё. Миллион долларов, как цель, она сама по себе очень утопична. Почему? Потому что ты можешь миллион долларов заработать в 70 лет, но тебе этот кабриолет не нужен в 70, да? Ты кабриолет хотел в 20, потому что в кабриолет всё-таки прыгают прям здоровье тебе на сиденье. И, ну, в 70 лет тебе она не нужна, эта девочка, но ты всё равно будешь гонять на этом своём кабриолете. Вот. Подход немножко сейчас сделан с точки зрения энергии, как мы относимся к деньгам и чего-то. Основные моменты сейчас скажу. Мы же все из прошлого, да? Мы все советские всё равно. Хотим мы этого, не хотим. Сейчас мы от этого типа ничего не было, но Советский Союз заложил очень много деструктивных установок, которые связаны с деньгами. Было очень много хорошего, но то, что было негативно, это вот деструктивные установки, связанные с деньгами. Убьют, расстреляют, заберут. Деньги зло. Богатые люди, они плохие. Сегодня выясняется, что чем человек успешнее, тем он проще, с ним легче разговаривает, он коммуницирует, он вежлив. А те, кто не зарабатывает, те желчные и злые. То есть, ну в моей картине мира пока это проявляется так. Поэтому я записал видео прощение денег, это свяше, техника прощения по свяше, но там тараканы писали девочки из Пензы на тренинге у моего учителя, у Натальи Селезнёвой. И я этот текст взял, и я читал его каждый раз на тренинге, и потом в какой-то момент мне уже надоело, потому что это где-то полчаса длится. И я, честно говоря, в мои блоги ещё выходят, когда я читаю, вы ещё заметите, я там запинаюсь на какие-то вещи. Я рекомендую просто один раз в день хотя бы этот видеоролик слушать, потому что вскрываются такие какие-то моменты, но это для людей, у которых ещё пока доходы не сильно высокие. Это у тех, у кого доходы, скажем, вот, примерно это такая черта, ну, до миллиона, наверное, это надо слушать. Если до миллиона тенге ты зарабатываешь, вот эти моменты тебе точно надо. Если больше, ну, послушай, если тебя что-то цепляет, себе отдельно выпишешь. У вас в Ютубе есть? Это есть в Ютубе, это видеоролик, да прям забьёте, вот, прощение денег, и там выйдет, там, узнать. Прощение? Прощение денег, да. Вам, мы поделимся всем, то есть весь материал, который сегодня буду проговаривать, я вам весь в свободном доступе. То есть это бесплатно, просто надо самим с собой работать. Технологию и для чего это нужно, я сегодня объясню. Вот. Потом прощение денег слушать хотя бы один раз в день, и ваши блоки потихоньку, это меняется, знаете, как это постепенно, незаметно, в течение года, или там вот как-то тихо-тихо твое отношение к деньгам будет изменяться. Деньги портят людей, деньги достаются только тяжелым трудом, лёгких денег не бывает, если лёгкие деньги приходят, как пришли, так и ушли. То есть это все моменты, которые у нас у всех, у каждого и полная вот такая голова. Последняя моя, вот мой последний личный кейс, это, знаете, у меня почему-то, я уже про это говорил, если кто-то внимательно смотрел, я про гештальты помню, про обувь, я рассказывал, это, отказывается, это был не конец с обувью. Я думал, я купил дорогую обувь, и у меня все тут отошло. Знаете, в чем больно? Не отошло. Знаете, зачем мне отошло? Я купил три пары обуви дорогой на размер меньше. Как мне больно ходить, я иду и плачу. Это было просто какой-то ужас. Я потом понимаю, что это не мой размер, я знаю, какой мой размер, я прихожу покупать четвертую пару, я все равно хочу взять на размер меньше. Я просто мозгом передавил, купил на свой размер, и лучше обуви у меня никогда не было. То есть, это блок, который, знаете, это четкая установка твоя, что дорогая обувь приносит боль. И ты одеваешь? У девчонок у всех есть такое. Такая пара у всех есть, да? То есть, когда ты ее одеваешь, сидеть можно, ходить нет. Вот у меня три таких. Поэтому это то, что невозможно. Мужчины покупают так часы, мужики покупают костюмы. Да, один раз одел, и больше невозможно одеть. Потому что я недостойный, и не могу это принять. Это странная вещь, это до боли видно. И ты такой, да, хороший костюм, пусть повисит. И ты его не носишь, и через пять лет, когда он теряет эмоциональную стоимость, ты его выкидываешь. Это, знаете, когда происходит? Это происходит тогда, когда цена вещи за грани твоего миропонимания. Когда это кажется очень прямо дорого и нецелесообразно. Это вот оттуда.